Всем привет! В этом уроке мы разберем один такой простой, но очень важный момент, который вводит путаницу в торговлю многих трейдеров, а именно что такое новые и старые пункты. Дело в том, что раньше котировки у всех брокеров состояли из четырех знаков после запятой, то есть было какое-то целое значение, скажем, 1.3110, допустим, котировка евро-доллара. Так у всех брокеров была одинаковая система счисления, и у всех у них было четыре знака после запятой в котировках. Но со временем дилинг разбивался, и для большей точности котирования ввели пятую цифру после запятой. В результате котировки приняли вид 1.31100, то есть добавилась еще одна цифра. Ну, надеюсь, все учились в школе и прекрасно понимают, что 1.3110 это то же самое, что 1.31100, просто добавляется лишняя цифра. Аналогично 2.5648 это то же самое, что 2.56480. И вот минимальную единицу изменения цены называют пункт. Соответственно, когда в котировках четыре знака после запятой, то пунктом будет четвертая цифра. Ну вот в нашем примере 1.3110 у нас, если сравнивать эту цену с 1.31100 просто, то разница в десять пунктов, в десять старых пунктов. То есть, когда четыре знака после запятой, это старые пункты, идет измерение в старых пунктах. А когда пять знаков после запятой, идет измерение в новых пунктах. То есть, 20 старых пунктов, это то же самое, что 200 новых пунктов. Так в каких же пунктах измерять? Запомните, все всегда и везде указывается в старых пунктах. Если вы читаете какое-то описание стратегии, либо смотрите на нашем сайте, какое-то видео, где я говорю, что стоп-лосс, допустим, 20 пунктов, то речь идет о старых пунктах. Запомните. То есть в новых пунктах это будет 200 пунктов, в старых 20. В том числе и настройки индикаторов, советников. В подавляющем большинстве случаев всегда указываются в старых пунктах. То есть указываете в настройках советника, допустим, стоп-лосс 20 пунктов, и если вдруг у вас брокер с 5-ю знаковый после запятой, ничего страшного, советник разберется и подставит нужные значения. То есть все всегда и везде указываем в старых пунктах. И, соответственно, если вы читаете описание какой-то системы, то все указывается в старых пунктах. Кто-то пишет на форуме, что он заработал 10 пунктов, то речь идет о старых пунктах. Это будет 100 новых пунктов. Почему так? Ну, во-первых, старые пункты на то они старые, что появились намного раньше новых, намного раньше введения пятизначного котирования после запятой. А во-вторых, пятый знак после запятой, он изменяется практически случайным образом. И никакого значения в движении цены на графике не несет. Поэтому, если цена сдвинулась на 10 старых пунктов, то это уже какое-то движение. На небольших таймфреймах даже заметное, скажем, на M1. А если цена сдвинулась на 10 новых пунктов, то есть всего лишь на 1 старый, то что это за движение? Это не движение, это так, какой-то в сполох, легкая рябь. Поэтому новые пункты, как правило, игнорируют. Все указывается везде, в старых пунктах. И вам, соответственно, тоже, если вы спрашиваете, нормальный ли стоп-лосс в 50 пунктов, то вы должны иметь в виду старые пункты. Вот такой вот важный момент, который я вам хотел разъяснить, чтобы вы не путались. Все всегда и везде измеряется в старых пунктах. Запомните это. На этом все. Увидимся в следующих уроках.